Привет, друзья! Сегодня предлагаю обсудить очень важную тему, на мой взгляд, антибиотики. Недавно я записал короткое видео о том, как правильно принимать антибиотики, можно ли их принимать часто, а если нет, то чем это грозит. Сегодня предлагаю более подробно обсудить эту тему. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите лайк. Так алгоритмы YouTube продвигают видео, и его сможет увидеть большая аудитория. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Ну что, друзья, антибиотики – это очень актуальная тема, потому что практически каждый из нас регулярно сталкивается с проблемой инфекционных заболеваний и чем лечить эти болезни. И многие бесконтрольно принимают антибиотики. Дело в том, что еще несколько десятилетий назад человечество умирало от инфекционных заболеваний. На сегодняшний день стоит проблема больше не инфекционных заболеваний, а именно сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологии, травм и так далее. А еще несколько десятилетий назад была огромная проблема – это инфекционные болезни. Но с развитием гигиены, вакцинации и с появлением антибактериальных препаратов или антибиотиков, можно сказать, что у нас появилась возможность управлять инфекционными, именно бактериальными заболеваниями. Но на сегодняшний день мы сталкиваемся с другой проблемой, очень важной, которая вообще ставит под угрозу наше выживание на этой планете. Это резистентность к антибиотикам, устойчивость. То есть на сегодняшний день многие бактерии просто не чувствуют, не восприимчивы к этим антибиотикам. И когда мы заболеваем бактериальной инфекцией и принимаем антибиотик, чтобы подалить эту инфекцию, бактерии продолжают жить и развиваться, размножаться, потому что на них антибиотик этот не действует. А в ближайшее время не предвидится появление новых классов антибактериальных препаратов. Почему так происходит? Дело в том, что помимо того, что мы их часто применяем, как в хирургии, так и в терапии. Второй момент – это бесконтрольный прием антибактериальных препаратов населению. Зачастую аптеки продают без рецептов, кто-то обходит эти нормы, регулирующие продажу антибактериальных препаратов. Чуть заболели, кашель, насморк, температура субфибрильная, даже бегут за антибиотиком, чтобы быстрее якобы вылечиться, несмотря на то, что это, например, вирусная инфекция или грибы. Но все равно бегут за антибиотиком. Нет культуры наблюдения у терапевта, хотя положено сдать общий анализ крови, доктор смотрит, какая это инфекция конкретно, и назначает терапию в соответствии с инфекционным агентом. А не просто так, вслепую, непонятно каким путем подбирать терапию. И вот такой бесконтрольный прием антибиотиков, он приводит к тому, что бактерии начинают сражаться за свое место на этой земле. Мы пытаемся их подалить, а они, защищаясь, пытаются выжить. Это нормальное соревнование в нашем мире, то есть любое живое существо, оно пытается доказать свое право на место под солнцем. Несмотря на то, что многие антибиотики появляются защищенные, все равно и к ним уже имеется резистентность. И я видел пациентов достаточно малого возраста, 4-5 лет, когда они имеют устойчивость уже примерно к 80% антибиотиков. Проблема в чем заключается? Например, вы заболеваете. Бактериальная пневмония, да? Мало того, что вас нечем лечить, если вы имеете резистентность к этим антибиотикам, то есть бактерия, которая дает проявление вашего заболевания, она никак не реагирует на антибиотик. Антибиотик не способен ее подавить. Так вы еще и являетесь источником инфекции, устойчивой к этим антибиотикам. И опасность в чем заключается? Почему угроза существования человечества? Да дело в том, что человек-носитель этой инфекции резистентной, он является источником, он заражает других людей. И получается, эта инфекция распространяется. На нее у нас нет управы, у нас нет препаратов, которые способны подавить эту инфекцию. И высокая вероятность гибели человека, потому что мы просто не сможем ему помочь. Поэтому я призываю вас всех быть социально ответственными. Это пора уже понять в 21 веке. Это не игрушки, не просто так врачи говорят из-за того, что им нечего делать. Резистентность к антибиотикам действительно это огромнейшая проблема, которая приведет нас к пропасти. Думайте всегда не только о себе, но и об окружающих. Думайте о своих детях, о своих близких. Потому что если они заболеют и их нечем будет лечить, это же беда будет, и кого потом будете винить. Поэтому всегда, как только вы заболели, вы идете, сдаете общий анализ крови. Врач смотрит и назначает вам необходимую терапию. И принимайте антибактериальные препараты строго по установленным срокам. Не 2, 3, 4, 5 дней. Если написано 7 дней, то принимайте, пожалуйста, 7 дней. Если написано 10 дней, то принимайте 10 дней. Будьте более ответственны, потому что это действительно очень большая проблема. И порой хватаешься за голову. Вот недавно смотрел пациента, который также имеет определенную инфекцию. Но когда мы смотрим чувствительность к антибиотикам, те препараты, которые являются препаратами первой линии для лечения этой инфекции, они уже неэффективны, потому что эта инфекция имеет устойчивость к этим препаратам. И приходится создавать комбинации, ходить в другие группы. Это создает неудобства и проблемы как для пациента, так и для врача. И не всегда успешное лечение, потому что наиболее эффективные препараты в данном конкретном случае, они просто уже не работают. И второй момент, этот человек является источником инфекции для своих близких и для окружающих в целом, которых, если они заболеют, их тоже мы не сможем вылечить, потому что препараты не будут работать. Так что, друзья мои, я, в принципе, думаю, вам простым языком объяснил, почему именно важно соблюдать порядок приема антибактериальных препаратов и строго после назначения врача и после сдачи необходимых анализов. Общий анализ крови стоит 2 доллара. Это не такие большие деньги, если мы говорим о нашем будущем, о здоровье и здоровье своих близких. Так что будьте здоровы и не забывайте об ответственности, о социальной ответственности. Все-таки мы цивилизованное общество, как-никак, и 21 век на дворе. Будьте счастливы!